В церкви важно единство. Это сегодня подчеркнул президент Беларуси на встрече с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Встреча во Дворце Независимости проходила на фоне религиозной конфронтации Москвы и Константинополя. Синод Константинопольского патриархата отозвал свое послание 1686 года, по сути, сделав шаг в сторону предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Однако московский патриархат с этим не согласен. Александр Лукашенко призвал реагировать на возникающие трудности с пониманием. К сожалению, наша церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков. Ну, куда денешься? Он видит, наверное, все, разберется, кто тут прав, кто виноват. Но вы должны знать непоколебимую государственную позицию нашу в том, что раскол – это всегда плохо. И это плохие последствия. Это опаснее всего. Последствия опаснее всего. Конечно, забота власти об окружающей среде, о культурной среде, о духовной среде свидетельствует о том, что самые главные стратегические цели и задачи, от которых зависит реально будущее человечества, находятся во внимании власти. Хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к Белорусской Православной Церкви и к тем вопросам, о которых мы сейчас поговорили. В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Об этом наш президент заявил уже на встрече с представителями синодов Русской и Белорусской Православных Церквей. Глава государства обратил внимание на множество конфликтов в разных регионах, в том числе в непосредственной близости к Белоруссии, которая помнит трагические уроки истории. Поэтому мы ценим мир, безопасность, дружбу и взаимопонимание. Выступаем за откровенный диалог сотрудничества и взаимодействия государств и народов. Наши инициативы, направленные на защиту и сохранение традиционных ценностей, известных, часть из них легла в основу решений Организаций Объединенных Наций, решений международных и региональных организаций. Минский процесс, минские договоренности, которые начались из этих стен, стали визитной карточкой Белоруссии, как площадки для переговоров по ситуации в Украине. Символичный момент. Иерархи подарили президенту Евангелие, переведенное с древнегреческого на современный белорусский язык. Ученые совместно с духовенством работали над переводом Нового Завета 25 лет. В эти минуты в Минске продолжается заседание Синода Русской Православной Церкви. Впервые в истории, в столице Белоруссии. Скоро патриарх сделает заявление для прессы.